Значит, смотрите, сегодня у нас продолжение вот этой темы взаимодействия с ядром операционной системы. Напоминаю общую идею, которую, возможно, мы слегка выпустили в процессе разговора, общую идею относительно того, почему вообще процессоры такие. Смотрите, алгоритмически полным является даже машина тюринга, или, скажем, машина пост, она чуть больше похожа на современный компьютер. Все, о чем мы говорили здесь в течение семестра, вообще все. Это такая игра в пинг-понг по типу, значит, челлендж-респонс. Нам окружающая действительность подкатывает какие-то челленджи, какие-то вызовы, а мы, значит, как разработчики железа, на них отвечаем. Вот того, чего не было в лекциях, откуда появились регистры. Регистры появились, с одной стороны, из-за того, что у нас мир устроен таким образом, что большая память медленная, а реально медленная, а нам нужна быстрая память. Вот. Еще потому, что нам нужна косвенная адресация, а косвенная адресация – это значит, мы должны по этой памяти уметь бегать еще быстрее, брать адрес, брать содержимое по этому адресу, интерпретировать его как адрес, ну, вот такие дела. Из-за чего появились, допустим, понятия сопроцессора? Понятие сопроцессора появилось из-за того, что банальные арифметические вычисления с целыми числами и математические вычисления с какой-то моделью плавающих чисел – это абсолютно несравнимые по скорости работы и по схемотехнике задачи. И пытаться вставлять одно в другое – это, в общем, работа неблагодарная. И вместо того, чтобы пытаться создать какую-то универсальную систему команд, которая умеет все, или имитировать, моделировать наши вещественные числа с помощью имеющихся команд, мы просто взяли и припаяли, грубо говоря, к нашему основному процессору сопроцессор, который занимается площадьми. Откуда берутся системные вызовы, например? Системные вызовы берутся оттуда, что мы бы, конечно, могли все эти программы написать сами, все, что умеет, например, Марс. Например, вывод шестностеричных или вывод целых или ввод. Но поскольку ввод нужен всем, и поскольку ввод сильно зависит от того, какие у нас внешние устройства, то гораздо проще заранее договориться, как выглядит желание программиста ввести, и передоверить этот ввод на, грубо говоря, операционную систему, то есть на то окружение, с которым мы реально столкнемся, когда свою программу запустим на аппаратуре. Как выглядит, допустим, откуда берется, допустим, исключение и ловушки, о которых мы говорили в прошлые разы? А что вообще делать, когда ваша программа выполнена нештатную операцию? Ну, можно, конечно, останавливать компьютер, разбираться вручную, а можно пытаться это состояние обработать. К, скажем так, алгоритмической полноте это уже не имеет никакого отношения. Просто выясняется, что программы имеют ошибки, и эти ошибки хотелось бы, чтобы обрабатывали другие программы. А для этого нужна аппаратная поддержка. У нас появляется новый тип задач, и для этого нового типа задач у нас появляется аппаратная поддержка со стороны процессора. Не все задачи, которые встают перед программистом, программирующим архитектуру, решаются аппаратно. Многие из них решаются по договоренности. Откуда берется, скажем, конвенция относительно передачи регистра? Да чтобы программисты могли писать под программы и договариваться друг с другом под программой одного программиста, работали так же, как под программой другого. Вообще, я надеюсь, что в лекции про конвенцию мне удалось вовсе вводить в том, что конвенция – это такая неотъемлемая часть любой архитектуры. Чем выше уровень языка программирования, тем больше роль играет стандарт, то есть вещь, которую нам диктует автор языка программирования. Чем ниже уровень языка программирования, тем большую роль играет конвенция, вещь, которую диктует нам на автор архитектуры. В частности, большая часть того, о чем мы говорили, относительно сохранения чего-то где-то и сохранения их, несохранения их регистрирования остального, берется из настоящей конвенции, которую предлагает компания, консорциум МИП в свое время предложил. Ну вот, это вот был такой бла-бла. Сегодня мы говорим про прерывание, то есть про в каком-то… Если кому-то действительно интересна реальная предельная модель, то в интернете существует реализация компьютера вокруг памяти и аппаратные исполненные стрелки пирса в логической операции, и языки построены вокруг этого. Значит, тут Михаил говорит, что если уж хочется реально предельной реализации всего, то можно построить компьютер, который базируется на одной единственной логической операции – это стрелка пирса и памяти, больше ни на чем. Мало того, что его можно построить, они уже есть построенные, такие архитектуры, и к ним даже есть языки программирования. Но это уже такой род тяжелых извращений, на мой взгляд, даже нелегких, потому что читать это будет слегка тяжеловато. Но факт остается фактом. Мы же живем в мире, который работает по принципу challenge response. Нам понадобилось решение некоторой задачи, мы придумаем для нее аппаратное решение. Что такое прерывание? Еще раз. Эта ситуация в каком-то смысле исключительная, но не в том смысле, что на компьютере произошла какая-то ерунда, а в том смысле, что у нас компьютер, оказывается, плавает не в сфер... Это не сферический конь в вакууме, да? И он плавает не в мировом эфире, а находится в реальном мире, и к нему подключены некоторые реальные внешние устройства. И мы с вами в прошлый раз говорили про memory mapping input output. И в частности, у нас был такой алгоритм, когда мы опрашивали внешнее устройство на предмет того, готово ли оно нам отдать какое-то... Есть ли у него какая-то информация. Вот. Это называлось полинг. Устройство ввода можно опрашивать в цикле на предмет того, готовы ли они что-то отдать. Проблема состоит в том, что этот цикл больше ничего делать не будет. Мы об этом говорили. Конечно, мы можем написать наш полинг таким образом, что он, скажем, в течение секунды что-то делает, потом снова опрашивает, но это неудобно. Гораздо удобнее попытаться решить проблему, когда у нас устройство внешнее внезапно говорит, и все, я готов, давайте. Решить эту проблему аппаратно. То есть предусмотреть некоторый сигнал, который приходит от устройства процессора, по получению которого процессор внезапно притормаживает выполнение основного кода и начинает выполнять обработчик этого самого сигнала. Что, в общем, очень сильно похоже на эти самые исключения и ловушки, о которых мы говорили в прошлый раз. С одним важным отличием, о котором мы тоже говорили, что прерывания асинхронны. То есть у нас идет, идет, идет выполнение программы, вдруг трах-бах, случилось прерывание, выполнение программы приостанавливается, и мы переходим все на тот же адрес, какой там, 8180, кажется, то есть на обработчик исключительных ситуаций. И этот обработчик исключительных ситуаций выясняет, что произошло, что это прерывание, что нам нужно обработать некоторые прерывания от некоторого внешнего устройства, и начинает работать. При этом, в отличие от Поллинга, никакого паразитного цикла, который бы просто ждал, что в регистре Memory Map появится какая-то информация, у нас нет. Но, как всегда в таких случаях бывает, если мы что-то такое новое придумали, свежее, то у этого нового свежего появляются некоторые дисциплины работы с ним. В частности, мы должны предусмотреть ситуацию, что когда возникло прерывание, куда-то, в какое-то место должно аппаратно приходить сведение о том, какое внешнее устройство и какое именно прерывание инициировало. То есть эти внешние устройства теперь не просто так присобачены к нашему процессору, а еще и пишут сами в какое-то специальное место. какой-то регистр со процессора ноль, если я не ошибаюсь. Вот. Второе. Обработчик прерывания – это такая штука, которую надо сделать очень быстро и немедленно из него выйти. Почему так? Потому что прерываний может случиться довольно много. Мы поговорим сейчас о том, что при этом происходит. Но главная идея именно в этом. Вы попали в обработчик прерывания, вы как можно быстрее делаете нужные действия, чтобы подготовиться, чтобы ликвидировать последствия, и возвращаетесь к исполнению основного кода. Это может быть… Я попробую показать на следующей лекции, если все-таки допишу этот кусочек. Это может быть ситуация, когда вы только подготавливаете основную часть кода для обработки операции ввода-вывода. А основная часть кода выполняется тоже в юзерспейсе, то есть не в ядре. Ядро только раскладывает нужные места, нужные значения. А может быть ситуация, когда ядро само все делает. Но имейте в виду, что если у вас очень долго ядро висит в обработчике прерываний, в это время не происходит ничего, кроме обработки прерываний, этого конкретного. А возможно, происходят другие прерывания и потом надо с этим тоже что-то делать. Короче, из обработчика надо выходить как можно быстрее. Вот. Это нас наводит на мысль, что если мы сидели в обработчике и произошло в это время еще одно прерывание, или два, или три, или они с точки зрения дискретно работающего процессора произошли одновременно, то этот факт мы тоже должны уметь распознать. Вот. Ну, наконец, мы, наверное, можем захотеть вообще не обрабатывать никакие прерывания. Вот. Или не обрабатывать некоторые из них. А некоторые обрабатываются. Ну, например, как мы уже говорили в прошлый раз, когда вы заходите в обработчик, было бы неплохо запретить повторный вход в обработчик, запретить ситуацию, что вы сваливаете в обработку прерывания. Вот. Или исключение. Или еще чего-нибудь. Но некоторые прерывания маскировать нельзя. Вот. Ну, какие-нибудь страшные аппаратные сбои, вот это все. Если у вас есть какой-то кусок кода, который обрабатывает аппаратный сбой, было бы неплохо, чтобы нельзя было его игнорировать. Вот. Ну, и дальше есть какие-то более мутные сущности, вернее, более сложные сущности, о которых разговаривать довольно тяжело, не зная подробностей. Это, например, приоритеты прерываний. У вас случилось несколько прерываний одновременно. И дальше что делать? Какое из них обрабатывать первым? Или у вас случилось несколько прерываний, в том числе... Ну, в том числе маскируемых, да? Когда вы вышли, вы выяснили, что за это время не одновременно, в разном порядке, но случилось три прерывания. Какое из них обрабатывать первым? То, которое было первым, или то, которое более приоритетно? Ну, вот такие вот вещи тоже надо как-то решать на аппаратном уровне, на самом-то деле. Ну, или на программном переловить на ядро, но решать надо. Что касается МИПС, то тут все, в общем, просто. Обработчик прерываний лежит там же, где и всегда. Любой обработчик исключительной ситуации в МИПСе начинает с адреса вот это самое 8180, скажете. 0180. Вот. Когда произошло прерывание, используется тот же самый регистр статус, про который мы говорили уже в прошлый раз. Единственное, что нас начинает интересовать, это поле битовое с 15 по 8 бит, которое называется Interrupt Mask, где в каждом бите, их там вот сколько этих прерываний получается, 8 штук? 8 штук. В каждом бите стоит, какое произошло прерывание номер 1, номер 2, номер 3, номер 4 и так далее, номер 8. Всего их 8. Больше не бывает, по крайней мере, в этой простейшей архитектуре у нас. А, нет, минуточку. Это, это, я соврал, простите. Это Interrupt Mask. Бит равен 1, если создачное прерывание разрешено. Если здесь все нули, например, то все прерывания запрещены. Вот. А то, о чем я говорил, это регистр COUS, простите. Регистр STATUS, это регистр управляющий, а регистр COUS и регистр информационный. Так вот, когда произошло прерывание, у вас будут выставлены те же самые биты с 15 по 8, но в регистре COUS. Вот здесь будет написано, какие из прерываний произошли одновременно. Про Kernel User я уже говорил, что Mars не умеет работать в User, он всегда работает в Kernel. Про Exception Level я уже говорил, что это бит, в которой выставляется, как только мы входим в обработчик, чтобы повторной не происходила обработка. Вот. Interrupt Enable, это глобальное разрешение или запрет прерывания, чтобы на время выполнения обработчика в принципе не происходило ничего, ни трапов, ни прерываний. Соответственно, пишите код ядра так, чтобы в нем не было трапов и эксепшенов, а то будет плохо. Вот. Вся эта машинерия нужна для одной простой вещи. Эта простая вещь стоит в том, что вы не можете в момент выполнения обработчика снова выйти в обработку прерывания скажем, от другого устройства. Не можете так делать. Соответственно, в настоящем железе обработчик прерывания будет выглядеть так. Вот мы приехали на адрес 8080, и мы проверяем все биты вот этого регистра COS, какие прерывания произошли, и нам их все надо отработать. И в каком-то порядке, в порядке экспортизации, все эти обработчики обрабатываем. Один бит за желез, значит, только одно прерывание было. Два, значит, два. Возможно, мы вообще хотим игнорировать. Окей, мы это проигнорируем. У нас в регистре COS написано, что произошло прерывание номер 1, 2 и 5, допустим, а мы будем там первое, второе обрабатываем, а пятое не обрабатываем. Но, тем не менее, вся информация сюда приедет, и вход в обработчик будет ровно один на всех. Дальше вопрос интересный. А что будет после того, как мы, обработчик все обработает, мы очистим, соответственно, этот самый регистр COS и выйдем из обработчика? Если за это время еще произошли прерывания, здесь что-нибудь напишется или нет? Это вопрос архитектуры. Я даже не знаю, как именно в МИПСе, но, по идее, наверное, должны они туда приехать. Наверное, должны. Не знаю. Что? Приедут, приедут. Именно поэтому я говорил, что в обработчике надо сидеть как можно меньше, потому что иначе получится ситуация, что вы обработали прерывание, вышли, а там навалило следующих. Фактически на реальном железе сходится установка битвозапрета, проверка, что пришло, сохранение, то, что нужно сохранять, и сброс устройства, если есть немедленное развращение, восстановление разрешения для обработки. Да, значит, вот я повторю, что сказал Михаил, потому что я это тоже говорил, только гораздо более длинно. На реальном железе обычно делается так. Мы свалимся в обработчик, мы по-быстрому расписываем те действия, которые надо будет предпринять для того, чтобы среагировать на результат работы прерывания, раскладываем нужные данные по-быстрому, в нужные места. Мы немедленно очищаем регистр причины. Мы, ну, в начале обработчика мы запрещаем прерывание, после того, как мы сделали вот эти простейшие действия, мы разрешаем прерывание и выходим из обработчика. И если нужно, воздействуем на устройство, чтобы оно было... Да, да. И дополнительно еще, может быть, что-то делаем с внешним устройством, если, допустим, прерывание, которое от него пришло, требует каких-то дополнительных действий. Но, допустим, копирование больших массивов данных или ожидание, в общем, что-то, что может реально сожрать время, в ядре не делается вообще. Именно по этой причине. Иначе мы навсегда залипнем в обработчики прерывания. Мы вышли из обработчика, нам навалило следующих, мы их обработали, вышли обработчик, нам навалило следующих, и так навсегда. Что, собственно, тоже видно. Вот это типичная ситуация, ядро зависло. Вот. Такое примечание. Да. Вообще, это большая интересная наука, на которой очень поделываются все операционные системы реального времени. Да. Это ключевой момент. Хорошо. Вот. В обработчике прерывания. Нельзя пользоваться стэком. Ну, во-первых, этот стэк не твой. Это стэк того приложения, из которого тебе приехало. Во-вторых, он может быть испорченным. В-третьих, возможно, прерывание произошло на команде изменения стэка. Короче говоря, скорее всего, нам придется придумать свой собственный стэк для обработчика, стэк ядра, и переключаться в него. А старый код это сохранять, а потом вспоминать. Вот этот обработчик, который там по адресу 8080 лежит, должен различать исключения и прерывания. Ну, трап – это такое исключение, если вы помните. Почему? Потому что, внимание, когда вы обрабатываете исключение, оно произошло на известно какой инструкции. Эту инструкцию больше выполнять не надо, она вызвала исключение. А вот когда вы обрабатываете прерывание, которое произошло в момент, когда процессор пытался исполнять некоторую инструкцию, то после обработки прерывания надо попытаться эту инструкцию выполнить заново. И это ответ, Федор, на ваш вопрос относительно того, что будет, если мы там попадем в переход в момент обработки. То есть прерывание возвращает поток выполнения в то же самое место, не прибавляет четверочку. А исключение прибавляет четверочку. Это я потом расскажу, когда мы будем говорить про конвейер, иначе это будет вынос крыши. Соответственно, дисциплина такая. Как только мы входим в обработчик, мы немедленно запрещаем прерывание, а перед выходом из обработчика мы очищаем регистр Коус, разрешаем обработку прерывания и выполняем ERET. Выполняем ERET. Кстати, в сайте Exception Level инструкции ERET тоже сбрасывает. Этот битик, который говорит, что мы сейчас в обработчике. Вот вам пример, да, куска, как входить в обработчик прерывания. Вот мы говорим, возьмем 12-й регистр. А, это как выходить, да? Нет, минуточку, что это вообще было? А, по умолчанию прерывания запрещены в Марсе. Похоже, что так. Мы должны их разрешить. А, ну как, конечно. Вот. Иначе, да, вы подключили устройство, а с него полезли прерывания, и вы начали падать в ядро, в котором ничего нет, потому что вы его еще не написали. Поэтому по умолчанию они запрещены в Марсе. И для того, чтобы они заработали, вы должны разрешить эти прерывания, например, все. Это как раз в 12-м регистре, в регистре статуса, в управляющем. Вот. И дальше уже начать работать. Вот тут длинный такой, да, описание того, что еще нужно делать. Короче, вошли в обработчик прерывания, сохранили все регистры. Кстати сказать, непростая задача, ну, то есть простая задача, но нетривиальная задача, имея всего два регистра К0 и К1, сохранить в стеке вообще все, включая сам стек, потому что вам нужно переключиться на другой стек. Вот. Смотрим, какое у нас исключение было. Если это exception 0, то это прерывание, и значит, оно обрабатывается не так, как исключение. А если не 0, то оно обрабатывается по-другому. Вот. Если это прерывание, то мы выясняем, выясняем, от чего оно произошло, ну и пытаемся обработать или не обработать. Если это исключение, обрабатываем исключение и дополнительно вычисляем новый адрес, новый ЕПЦ, новый программ-каунтер, потому что при обработке исключения, помните, мы всегда обычно прибавляем 4. восстанавливаем все регистры, разрешаем прерывание и делаем ерет. Вот. Вот эта вот фраза относительно того, что в обработчике нужно делать только обработку самого прерывания, ни в коем случае не какие-то дополнительные команды. И всю логику оставлять в польском режиме. В принципе, хорошим тоном является такая организация вашей вычислительной системы, включая ядро, когда польская программа вообще не работает с прерываниями. Совсем. Не имеет права. Вот. Это за нее делает ядро, а польская программа ходит в нужные места или дергает нужный системный вызов. Вот. В этом случае надо договориться о том, по какой дисциплине это делается, но написание польских программ слегка упрощается, а может сильно упрощается, потому что они не начинают друг другу мешать на железе. Железом занимается только ядро, а польская программа ходит к ядру, а точнее к тому месту, где ядро откладывают результаты работы. И оттуда как-то кормятся по каким-то правилам. Короче, хватит болтаний, давайте пример. У нас в Марсе есть такая штука, называется кейборд дисплей симулятор. Этот кейборд дисплей симулятор умеет работать через ММО, то есть в режиме поллинга через управляющий регистр. Но он умеет и работать по прерываниям. Через управляющий регистр он очень просто работает. Вот. У него есть четыре регистра. Управляющий ввода данных ввода, управляющий вывода данных ввода. В управляющем регистре всего два бита значимых. Нулевой бит это бит готовности ввода, означает, что данное устройство отработало и готово вводить следующий символ. Первый бит это бит разрешения прерывания, означает, что данное устройство по вводу сгенерирует прерывание. Нулевой используется для поллинга, первый используется для работы по прерыванию. Что значит готовность ввода? Это значит, что наше внешнее устройство работает очень медленно. Гораздо медленнее, чем процессор. В случае Марса вы можете выставить задержку, ну не знаю там, секунды. Или вернее, в Марсе оно не секундами измеряется, а количеством тактов процессора. Вот у вас может внешнее устройство работать там сотни тактов процессора. То есть, что это значит? Что если вы пишете полинг, выходите к управляющему регистру к этому, вот к этому, а в нем все нолики и нолики, нолики и нолики. И только там через несколько десятков или сотен тактов процессора у него внезапно появляется нулевой бит равный единице, который означает, что все можно вводить. вот. И это хорошая ситуация для реального производства? Да, на самом деле все хуже. Вот. В тот момент, когда у вас в управляющем регистре появляются бит готовности, это означает, что в регистре данных у вас есть данные, и вы их оттуда забираете. Вот так работает полинг. То же самое с выводом. Внешнее устройство совершенно не обязательно всегда готово выводить. оно выводит с определенной скоростью. Вы не можете записать миллион байтов со скоростью, с которой вы пишете байты в память, ну скажем, на ту же концу. Отнюдь. Это значит, что если вы делаете вашу программу с помощью полинга, то вы смотрите вот в этот регистр 4F008 и видите там нолики, 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 и внезапно видите единичку. Единичка означает, что ваше устройство готово выводить, и вы записываете в регистр данных вывода соответствующий байтик. После чего здесь опять появляется нолик, и вы ждете, пока там опять появится единичка. Так работает все с полингом. Вот, мне кажется, пример. Да, мне кажется, пример. Да. Готовность – это информационный регистр. Это то, что нам показывает внешнее устройство. он только для чтения. Мы никак на это повлиять не можем. Понятно почему. Потому что здесь еще есть разрешение прерывания. То есть сам регистр, сам регистр, он R-V. Но нулевой бит, мы с ним делать ничего не можем, потому что это бит готовности, который выполняет нам устройство. А вот если мы запишем в первый бит единичку, наше устройство насчет внезапно генерирования прерывания. То есть устройство само, ну если, например, ввод рассматривает, устройство само по моим обращениям к регистру данных, узнает, что я их считал. И спросил там соответствующие. по факту, в случае ввода, по факту, да, по факту хождения вас вот сюда, да, будет призываться, вы тем самым сообщите устройству о том, что вы прощали. И, соответственно, готовность там обнулиться до тех пор, пока туда не приедет что-нибудь новенькое. Новенькое приехало, значит, можно еще читать. Вот. Вот кусочек кода, который так делает. Ну, не знаю, имеет ли смысл, успеем мы. Давайте попробуем, попробуем запустить это все безобразие. А, у нас, по-моему, есть прям такой. Да. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужно разрешить прерывание. Да. Разрешить прерывание. Разрешили прерывание. И нам нужно написать... А, вот мы разрешили клавиатурное прерывание. Нам не надо разрешать клавиатурное прерывание. Это я зря сказал. А, стоп. Все глупости говорю. Нам не нужно сейчас разрешать прерывание. У нас код здесь написан с помощью полинга, да? Вот этот вот код написан с помощью полинга. Нет, не нужно нам пока разрешать прерывание. Я просто... Это просто... Это просто пример того, как... Ой. Да что ж такое? Пример того, как работает клавиатурка. Обратите внимание, что выводит она введенная с помощью системкола волшебного. Почему волшебного? Потому что в действительности, понятное дело, ну, нет у нас какого-то супер-пупер внешнего устройства, с помощью... На которое волшебным образом попадает с помощью одиннадцатого системкола данные. Это просто Java нам пишет и все. В действительности на настоящем компьютере мы будем работать с чем-то похожим вот на это. Где он тут? Вот он. И вот сюда будет все вводиться. Путем некоторых преобразований, путем манипуляций с прерываниями или поллинга или еще чего-то. Это спасибо Марсу, который предусмотрел System.com, который просто вык и вывозит. Вот. На самом деле все гораздо сложнее, вот ровно столько, насколько мы сейчас увидим. Кстати, кулатура IBM PC не передает буквы. Нет, конечно. Кулатура IBM PC не передает буквы. В отличие, кстати, от дисплея, вот этого самого кейборд-дисплея, который передает буквы. Кулатура IBM PC передает скан-код. Причем разное количество в зависимости от того, какую клавишу назвали. Нажал для спектра. Да. Вот мы присоединили его к Mips'у, к Марсу. Кстати сказать, надо нажать Reset. Такое пример из жизни. Устройство не заработает, пока ты ему Reset не нажмешь. Очень похоже на правду. Вот. И вот теперь можно даже сейчас его только сохранить куда-нибудь. Вот мы его запустили. Сейчас как-нибудь так, чтобы его было видно. Скорость поставим поменьше. Вот смотрите, что происходит. Я поставил скорость очень низкую. Видите, она щелкает. Он проверяет бит готовности. Вот я сейчас что-нибудь нажму. О! Провалился. Считал. Ждет следующего. Сейчас. О! То есть вот сейчас он опять увидит, что устройство готово вводить. вот то, что вы видите сейчас, это чистой воды полинг. Мы просто опрашиваем, есть ли у нас еще что-то на этом самом или нет. Так, не пора ли включать свет? Пока не пора. Очень хорошо. смотрите, если я сейчас введу много разных буквок, из них сработает только последняя. Такова специфика нашего внешнего устройства. Буква F, вот она вывелась. Вот смотрите, сейчас выведет только буква P. Видите, да? Все остальные исчезли в межъященном пространстве, потому что в это время никто не собирался их считывать оттуда, из нашего внешнего устройства. А к тому моменту, когда мы обратились к этому регистру, у нас уже актуальна была только последняя введенная буква. Понятное дело, что буфер ввода, вот этот, никто за вас реализовывать не будет. Тем более, железяка, которая подключена к компьютеру. Мы видим только то, что у нас в данный момент актуально. На нашем проводе всего 8, извините, на нашей шине всего 8 проводочков, а то и меньше. Вот. Такие дела. Значит, ну вот здесь, в этом цикле у нас и ввод, и вывод происходит по полингу одного и того же устройства вот это вот регистр ввода, а это регистр вывода. Наоборот, это регистр вывода, а это регистр вывода. То есть мы что-то вводим, а потом это выводим и так по кругу. наверное, стоит этот пример тоже скопипастить. Значит, все просто, смотрите, да, вот этот цикл, вот этот цикл по выводу, и цикл, вот этот цикл по выводу, он таким образом устроен, что наше устройство не готово еще выводить. Мы проверили, оно не готово выводить, оно все еще выводит предыдущий байт. Вот выводит, оно его выводит, вывело. после того, как здесь у нас оказалось, что готовность ввода есть, наконец, мы можем этот байт записать. Тогда мы вводим следующий байт. Тут тоже цикл по вводу, если что-то, если, ну, ввел что-то пользователь, и дальше идем, пытаемся опять выводить. Вот. Это важное место, поэтому я хочу скопипастить этот пример, потому что мы сейчас увидим, что давайте мы вот тут надо было только скопипастить, потому что мы сейчас увидим, что, да что ж такое, что так вот, вот. Ну, как именно вот это пропадание в межящечном пространстве происходит в реальном мире. Смотрите, вот у нас, допустим, пять инструкций в секунду, давайте мы это сохраним куда-нибудь. Вот. Вот наш цикл. Наш цикл состоит в том, что мы прыгаем по воду, да, сейчас, ресет, ресет, ой, коннекту мипс, сейчас, нет, собрать, коннекту мипс, ресет, поехали. Вот мы что-то нажали, бамс, вывели, вот мы что-то нажали, бамс, вывели. все хорошо, но теперь мы вспоминаем о том, что наше внешнее устройство очень медленное. И давайте мы поставим здесь, ой, я забыл, чертов, я помню эту проблему, только я не помню, как она решается. Сейчас. нет. Ну, не знаю. Ладно. О, получилось. О, смотрите, что я сейчас сделал? Я выставил задержку нашего устройства вывода, что оно выводит только на 20-м такте процесса. То есть, момент, с момента, когда мы пишем в регистр вывода, до того момента, когда в регистре управляющем вывода появляется готовность, должно пройти 20 тактов процесса. Тогда я вангую, что мы будем довольно долго крутиться вот в этом цикле. у нас не будет готовности по выводу. Мы уже хотим выводить, а готовности еще нету. Пробуем. Ввели. А, коннект не сказал. Ща, коннект, ресет, поехали. ввели. Ввели. Вывели, наконец. Видите, да? Потому что там готовности не было. Ввели. Еще ввели. Обратите внимание, ввод произошел. А вывод никак не произойдет. Нам нужно... Во, произошло. Что мы вывели? А вот то, что мы запомнили первым. Все остальное пропадает. А, там буфер уже, да? Да. Ну, это мы буферизуем. Это код просто так написан. Давайте мы остановим это. То есть, скорость вывода существенно ниже, чем скорость ввода. Давайте посмотрим, что там я с буфером сделал. Не вижу буфера. Не понял. Давайте разбирать код, потому что я что-то не понимаю, почему он так должно быть. Ну, давайте посмотрим. Значит, что мы делаем? Если в Т0 ничего нету, мы идем на ноу-аут. В этом ноу-ауте мы вводим. Мы проверяем, нет ли у нас ввода. Если ввода нет, идем сюда. Если вывода нет, идем сюда. Если ввода нет, идем сюда. И так по кругу. Это базовый цикл. Если ввод был, мы берем и загружаем в Т1 то, что мы ввели. Перейдем сюда, и тут выясняется, что ввод был, и нам надо это вывести. Мы проверяем готовность вывода. Если это готовность вывода, если ее еще нету, мы ходим здесь по кругу. Если, наконец, готовность вывода есть, мы выводим, обнуляем Т0, что означает, что у нас ввод пустой, и опять ходим по кругу. Кто-то за нас буферизует, получается, волшебным образом. да. Ага. Буферы, ага. Ну вот, например... Ассемблеру совершенно все равно, поверьте, если я к нам подключил, или это ритуальное... Ассемблеру совершенно все равно. Мы должны знать о том, как эти устройства работают. Ну вот, например, сейчас мы обнаружили какой-то буфер. Интересно, как он тут вообще... А, вот это что такое? А, DisplayAutoDelay, понятно. Это не то. То есть, смотрите, мы обнаружили, что есть какой-то внутренний буфер у этой железяки, и следующий ввод, поскольку мы один раз всего обращаемся... Вот в чем смысл. Ввод один был. Что ввод ровно один, да. Но у нас среди всех есть. Ну, правильно. А потом у нас следующий ввод и следующий ввод. То есть, ну, давайте вот, давайте чистый эксперимент проведем. В том-то и дело. Но главное, что все буквы потом в конце концов приходят. Вот смотрите. Нет, они не в регистрах сохраняются. Именно что их буферизует за нас железяк. Смотрите. Ой. Да, вот сейчас правильно работает. Это вот Q, который она должна вывести. Вывела. Ага. Вот это вот правильное поведение. Видимо, я там что-то не то нажимал. Я слишком медленно добирал, наверное, успевал считать. Да. Вот сейчас поведение абсолютно правильное. Характерный пример устройства с буфером реализация комфорта мы имеем здесь. У Арта, да? Там есть небольшой буфер. 8 или 16 символов. Символ. Окей. Слушайте, давайте продолжать дальше, потому что мы еще не добрались до обработчика прерывания как таковых. Это все был полинг. Да, конечно. Этот адрес специфицирован для устройства. Это MMO для каждого конкретного устройства просто прописан, грубо говоря, на нем сзади. Возможно, есть всякие протоколы по договариванию. В случае шины по СИИ-экспресс, он берется из служебной информации пространство конфигурации шины СИИ-экспресс. Ну, идея стоит в том, что чем сложнее... Да. Убий с вами не занимается правильным устройством. Скажем так, если эта информация как-то, ее можно как-то выбить из устройства, а не просто догадаться, этим занимается драйвер устройства. В подавляющем большинстве случаев для простых процессоров этим занимается программист. Он, значит, при покупке устройства где-то смотрит, какой это был адрес, и вписывает его в программу. Вот как мы это сделали? Мы ниоткуда его не узнали. Мы узнали его из документации... Мы узнали его из документации по этой штуке. Вот здесь это написано. Вот он, этот адрес. Я ответил на вопрос? Вот. В случае более сложной организации архитектуры вот у нас не было лекции про шину, потому что нет ее в Марсе, и на пальцах рассказывать не было. Вот там бы мы говорили о том, что есть еще специальный протокол взаимодействия железа с железом, по которому можно выбить из железа всякую информацию, и оно само расскажет, и какие у него прерывания, и какой у него там дыма, и вот это все. Окей. Давайте все-таки вернемся к нашему рассказу про прерывания. Да, там все надо было пальцами выставлять. Прямо на этой плате, которую вы втыкаете, надо было прям перемычками выставлять те самые адреса. И прерывания тоже. Прямо перемычками. Я еще помню, что я втыкал два контроллера диска в один компьютер, а чтобы они не сидели на одном и том же прерывании, перепиливал одну дорожку на плате. Потому что она соответствовала одному биту, и он внезапно начинал сидеть на каком-то прерывании, где этого бита нет. Ну и что-то такое было. Теперь относительно работы с прерываниями. Наконец мы до нее дошли. Мы разрешаем прерывание от клавиатуры. Ну на самом деле все, судя по тому, что я вижу. Мы, вообще говоря, организуем вечный цикл. Он не вечный, потому что если у нас внезапно... Да, этот вечный цикл в то условии, что регистр А0 не изменится. Вот. Если мы внезапно в регистре А0 приехал какой-то... Ну в данном случае и скип, то он внезапно уходит на конец. Все, что мы в А0 получаем, мы выводим. Вот. Ну и... А, вот это вечный цикл, извините. Вот это вечный цикл. Здесь написано перейти на инструкцию, перейти на сумму на себя. Это вечный цикл. Из которого мы внезапно вываливаемся, потому что А0 время от времени внезапно становится не равно нулю почему-то. Почему? Потому что мы разрешили прерывание, а в обработчике прерывания написали грязнейший код, который просто берет и считывает из регистра ввода то, что там лежит, непосредственно загрязняем А0 пользовательский. И поэтому вот здесь вот у нас внезапно А0 становится не равно нулю. И мы из этого вечного цикла вываливаемся. Дайте проверить. Люди, которые программированы на ассемблее, чувствуют некоторый дискомфорт при виде такого кода. Я их понимаю. Но тем не менее, это работает. то есть понятно, да, что то, что здесь написано, не похоже на код ядра. Но мы иллюстрируем логику работы. Да ладно. Итак, что мы сделали. Мы разрешили прерывание, обнулили А0, ввалились в весь цикл, пока А0 равен нулю, внезапно вышли из него, потому что по прерыванию мы этот А0 заменяем на то, что мы нажали, и выводим то, что мы нажали. Выводим вот сюда. Так. 5 инструкций в секунду, 20 инструкций на execution. Ну, нормально. А, нам уже не нужно. Хотя, вот 5. Нет, давайте все-таки. Ну, хорошо, ладно, поехали. Вы думаете, оно остановилось? Нет, оно перепрыгивает с этой же строчки на эту же. Так. Ресет. Интересно, после ресета оно будет работать? Да, вот я нажал что-то, она бац, сюда вывела. Все, опять зависло. То есть оно не зависло, оно висит на этой строчке. Оп. Видите, да? Я что-то нажимаю, она тут же проваливается в обработчик. Ну, давайте помедленнее сделаем. Во. Ты мышь. Ушел в пространство ядра, заполнил А0, проверил, что А0 нулевой, вывел его. Все. Сидит опять в вечном цикле. Нажимаем, ну не знаю, восклицательный знак. Ушел в обработчик прерывания, заполнил А0, проверил, что А0 не 0, вывел его. Вот он. Вопросы есть? Вот вам типичный цикл работы, а типичный, потому что слишком простой, работы по прерываниям, которые, тем не менее, делают то, что от него требуется. Здесь у нас был вечный цикл, здесь у нас уже чуть более развесистый код, который... который выполняет под программой СЛИП. Где она тут под программой СЛИП-то? Выше? А, вот она. Что-то делает. На самом деле она не делает ничего, она вычитает ничего из ничего. Нужна она только для того, чтобы понять, что у нас прерывание может возникнуть в любой момент, в любом из этих мест. Да? Вот видите, она что делает? Она 10 тысяч раз крутится. Вот. А потом возвращается. Поскольку эта программа использует регистр Т0, возможно, использует там какой-нибудь... Ну, в данном случае не использует, но вполне возможно, использует СТР и так дальше, мы уже должны написать довольно аккуратный... аккуратный обработчик в ядре, который не трогает наших... А он трогает сразу. Ну и тем не менее, давайте мы... Ну что, будем... Это пока еще маленькая программка, давайте ее скопипастим. Вот. Значит, и посмотрим на нее. Это еще маленькая программка. А, ну, камышная. Давайте разберемся. Итак, что у нас... Что у нас в юзерспейсе? В юзерспейсе у нас разрешение прерываний всех. Разрешение прерываний от устройства клавиатура. Второй бит, в смысле, первый, да? Нулевой первый бит возводим в регистре управления. Вызов под программы СЛИП, которые... Сто тысяч раз крутятся, ничего не делая. Вот. Можно это число поправить, это неважно. Вывод внезапно того числа, которое у нас считало ядро и положило его вот сюда. Помните, ГП, Global Pointer? Это один из способов... Помните, я говорил, давайте мы сделаем так, что ядро будет работать очень мало, класть нужные данные так, чтобы юзерспейс эти данные видел, а всю логику с этими данными пускай делает юзерспейс. В данном случае наше ядро где-то вот здесь, вот оно, забирает введенные данные из нашего устройства, кладет их в конкретное место в памяти и немедленно возвращается. Тут, правда, оно еще вызывает 11-е прерывание, но это для красоты, чтобы было видно, что мы его вызвали. Вот. Сейчас мы весь код прочтем, но главное стоит в следующем, что если мы определили, что это прерывание от клавиатуры, то мы берем введенный символ, кладем его в адрес памяти, который лежит в ГП, пишем на экран точечку, чтобы было видно, что мы что-то нажали, и возвращаемся назад. Значит, получается что? Получается такая ситуация, что мы что-то поделали, за это время произошел ввод, мы вышли, посмотрели, что там произошло, вывели, если это не эскейп, вывели то, что мы ввели, и вернулись обратно. Опять что-то поделали, за это время произошел ввод, мы вывели то, что мы ввели, если это был не эскейп, и вернулись обратно, ну иначе остановились. Это, видимо, надо с полной скоростью выполнять. Вот. Сохранили. Так. Давайте сначала запустим, а потом разберемся, что там в ядре происходит. В ядре там самое интересное. Вот мы сидим. Дынщ. Обратите внимание, точка выводится... Кто-то не очищает ввод. Кто бы это мог быть? Ой, извините. Обратите внимание, точка выводится всякий раз, когда я нажимаю на клавиатуру, и это понятно почему. Каждое нажатие на клавиатуру это вызов прерывания. То есть мы ходим вот сюда и выводим вот эту точку. Каждый раз. А вот вывод происходит только в том случае, когда мы вываливаемся из нашей функции sleep, которая, напоминаю, 10 тысяч раз делает ничего. Вот смотрите. Вот я начал... Давайте тут сделаем reset. Ну вот примерно так это все и работает. Я бы на самом деле очистил бы... очистил бы... A0 здесь. Тут вот бы я написал что-нибудь типа такого. А, это же не так пишется. Вот, вот так это пишется. А, ну теперь он будет выводить 0. Ну, короче... Да сбрасывается. Дело же не в этом. Дело в том, что мы... Смотрите. Мы бы пытались этим кодом разделить user space и kernel space. Kernel вводят, а user выводит то, что вывелось. Мы не проверяем вот здесь вообще был ввод или нет. Тут надо еще на самом деле посмотреть... Вот здесь вот. Надо еще сказать... Например, считаем, что 0 это не ввод. B, E, Q, Z, доллар, A0 и куда-нибудь в обход. Если он там буквы эту сделан нам не превратить, да? Да надо. Ну, нам лень. Хери. Вот как-то так. А можно переключить A? Да нет, нельзя. Ну вот, смотрите, я все сделал. Если A0 у нас равно 0, я ничего не вывожу. Ну вот. Не сбрасывается. А, вот оно что. То есть не всегда это надо было вставлять, да? Сейчас. Это ненестижимая команда. Сейчас, стойте. Не туда вставил. Вот сюда надо было вставить. Во. Вот теперь она будет затираться. Мы его вывели и тут же затерли. Давайте сейчас это повсюду. Да что ж такое-то? Что-что? А, господи, конечно. Все, простите. Я... Что-то у меня сегодня... Спасибо большое. Вот так надо было написать, да? Мы вывели и затерли, и записали туда 0. Правильно? Во. Вот теперь должно заработаться, по идее. Вот это оно. Как видите, нам прямо здесь на лекции понадобилось некоторое количество времени на то, чтобы выработать дисциплину работы с этим вводом-выводом. Потому что у нас теперь два куска кода, один вводит, а второй должен как-то выяснить, был ввод или нет. Кстати сказать, правильно было бы, конечно, ввести аналог бита готовности, да? Ввести какой-нибудь ГП плюс 4, в котором будет лежать 0, если ввода не было, и 1, если ввод был, и очищать его руками. Ну, это уже дело такое. Последняя тема на сегодня – это как с такой штукой можно придумать более серьезную дисциплину работы, чем то, что есть. Свет не включить, а то уже темно совсем. Последняя тема на сегодня – это о некоторых дисциплинах работы с такими штуками. Значит, еще раз. Мы имеем внешнее устройство, в котором, как мы после некоторых экспериментов убедились, все-таки нету буфера. Это значит, что, с одной стороны, мы хотим всякий раз, когда приходит прерывание от этого внешнего устройства, немедленно куда-то девать те данные, которые с него приходят, иначе они исчезнут в межъященном пространстве. С другой стороны, мы не хотим сидеть в ядре все то время, пока когда-нибудь, какому-нибудь из юзерспейсов не понадобится этот ввод. Мы в ядре хотим что сделать? Словить прерывание, отложить ввод и немедленно продолжить работу. Ну, вернуться к юзерспейсу. Что это значит? Это значит, что у нас получается две независимые асинхронные процедуры. Одна асинхронная процедура – это обработка прерывания по вводу, другая асинхронная процедура – это, собственно, ввод со стороны программы пользователя. Теперь ввод со стороны программы пользователя мы должны отвязать от обработки прерывания по вводу. Тогда все будет хорошо. Грубо говоря, мы в программе говорим «Веди мне символ», а ядро говорит «Есть у меня символ, вот он, давай забирай». Поскольку это вещи асинхронные, получается такая штука, что вот этот вот ввод, который произошел, но который еще не требуется со стороны программы пользователя, надо где-то хранить в каком-то буфере. И вот тут мы натыкаемся на идею, что обмен с внешними устройствами ядро буферизуют, а пользовательская программа ходит к этому буферу. В действительности пользовательская программа, ваш гид-чар, не ходит ни к какому терминалу, а ходит к какому-то буферу, который для вас заготовило ядро. Структура этого буфера может быть разной. Самый простой способ – это сделать так называемый кольцевой буфер, в котором… Да, он не может быть бесконечным, понятное дело. Ну, то есть, ну, если вы хотите, чтобы никакой ввод, который происходит с внешнего устройства, никогда не пропадал, будьте готовы к тому, что у вас бесконечная память, вот это все. Поэтому мы выбираем некоторый разумный размер этого самого буфера и говорим так, больше, чем там 10,56 или сколько-то там байтов, введено не будет, а кто ввел, тот сам себе злобный бурати. И мы вводим два указателя, рассинхронизированных. Один – на текущее состояние ввода, то есть, что мы хотим вводить, а второй – на текущее состояние, скажем так, потока с внешнего устройства. Вот это то, что приходит у нас с клавиатуры, а вот это то, что мы забираем из программы. Ну, грубо говоря, нижний и верхний указатели. Данные, поступающие с внешнего устройства, с клавиатуры, будут складываться в конец этого буфера с увеличением счетчика. Данные, которые мы хотим считать из Erospace, будут считываться с начала этого буфера с увеличением счетчика. Когда буфер дойдет до конца, вернее, вот этот счетчик дойдет до конца high, он перекинется на начало. Поэтому буфер называется кальцивом. Очень удобно реализовывать это, делая размер буфера в кратном степени двойки и просто зарубая лишние биты после того, как у нас соответствующий индекс увеличился. Вот. До тех пор, пока нижний урез, то есть дно буфера, не обгоняет поверхность буфера. И эта штука работает идеально. Мы что-то вводим, что-то догоняет. Мы что-то вводим, а потом догоняет. Не идеально работает в двух случаях. Ну, на самом деле, в одном. Если буфер исчерпан, как мы это определяем? Дно столкнулось с поверхностью. Они указывают на один и тот же, ну, собираются указывать на одну и ту же ячейку буфера. Что это означает? Это означает, что пользовательская программа хочет ввести, а ввода еще не было. Что она при этом будет делать, это ее проблемы. Она может повиснуть и ждать, пока там что-то появится, то есть полить. Она может сказать, так, ввода не было, я пошла дальше работать. И это вопрос, вопрос, ну, вопрос дисциплины. То есть, неблокирующий ввод, это когда программа видит, что буфер пустой и как-то на это реагирует сама. Блокирующий ввод, это когда наша дисциплина работы с буфером так устроена, что пока в этом буфере не появится что-то, грубо говоря, подпрограмма чтения, которая вызывается из нашей программы, не завершится. Вот. Собственно, два способа обработки. Есть еще третий способ обработки, но он неправильный, который состоит в том, что мы вводим, подпрограмма продолжает, ну, чтение начинает читать из какого-то непонятного места, как если бы там что-то было. Ну, так делать не надо. Вот. Если с исчерпанием все более-менее понятно, то с переполнением понятно меньше. Ситуация переполнения состоит в том, что у нас дно наезжает на вершину с обратной стороны. Вот. То есть программа пользователя считывает гораздо медленнее, чем буфер наполняется. И вот здесь, вообще говоря, есть тоже всего два варианта правильных и два неправильных. Мы должны как-то отреагировать на вот эту ситуацию бесконечного ввода, бесконечного забивания буфера со стороны устройства и отказа пользователя читать оттуда что-либо. Вот. Так, чтобы не поменялась логика. Самый простой способ это имитировать работу переполнения нашего устройства так, как это мы видели только что. Каждое следующее нажатие на клавиатуре при случае в ситуации переполнения буфера просто забивает предыдущее значение. То есть мы ввели ABCD, а дальше у нас буфер заполнился, и мы вводим E, F, G, H, и у нас на вершине буфера последовательно лежит E, F, G, H. А индекс не увеличивается, потому что ему некуда увеличиться вот этот индекс high. может быть имеет смысл еще ввести более хитрую дисциплину и заранее предупреждать программу о том, что буфер переполнен, но это уже отдельная тема такая, более хитрая. Другой вариант состоит в том, чтобы больше ничего не вводить. то есть мы ввели ABCDE, буфер переполнился, и у нас навсегда залипло на вот здесь вот, на вершине high, у нас навсегда залипло именно E, чтобы мы дальше не вводили. Ну, как бы буфер переполнился, больше ничего не вводится. Это даже более естественный вариант, да, но мы забили буфер, и вот прекратился. Но он хуже тем, что он не похож на то, как себя ведет устройство, если к FCO буфера вообще нет. Выбирайте. Значит, неправильный способ, разумеется, неправильный способ продолжать вводить, как ни в чем не бывало, потому что у нас при этом разъедется, разъедется дно и крыша, и вы начнете, вы начнете обращаться к предыдущим значениям, которые уже давно не актуальны, вот, и неправильно, неправильно задерживать ввод в обработчике прерывания. это то, чего делать нельзя. Это то, с чем мы, собственно, пытались бороться кольцевым буфером. Ни в коем случае, если у вас вызывается программа, подпрограмма ввода, не дожидайтесь этого ввода в ядре, иначе будет плохо. Вот. Так, у нас осталось 4 минуты, и у нас, сейчас покажу, довольно развесистый код. Давайте мы на него поглядим. А, мы, кстати, не глядели на предыдущее еще, да? На то, как там устроен ядро. Давайте на него поглядим, а запускать, видимо, уже не будем. Просто не успеем. Это код работающий, запустите его дома, просто подойдите под отладчиком. Значит, как тут все устроено? Ну, какие-то макросы. Вау. 22-й системный вызов. Придумали. Его не существует. Мы придумали 22-й системный вызов. Это вызов чтения из кольцевого буфера. Окей. Вызвали его. Что при этом произойдет? Исключение. Исключение типа неверный системный вызов. Смотрим, что у нас делает ядро. Кстати, здесь уже довольно полноценная обработка исключительных ситуаций, поэтому имеет смысл на это посмотреть. Значит, первым делом оно запретило прерывание. Используя регистр К0 и К1 спасло содержимое АТ и СП. АТ, потому что, не дай бог, у нас какая-то псевдоинструкция с его использованием сейчас возникнет. Она возникнет. Вот она. СП, потому что сейчас мы будем его перегружать. КСП это специальный адрес ядра. Сейчас скажу, чему он равен. Не, ниже. Он возле ядра должен быть. Где-то. Где-то в данных ядра. Ну да, рядом с данными ядра должен быть определен. Не, слушайте, я не вижу. А, в конце. В данных ядра. Спасибо, Михаил. Это просто какой-то адрес. Видите, я его по аналогии с стекпойнтером вот положил вот сюда, куда-то вверх, вверх данных ядра. Вот. То есть, что мы делаем? Мы спасаем значения от СП, мы в СП загружаем вот то место, где у нас будет стекп ядра, мы немедленно их выписываем туда, после чего мы развязали себе руки. Мы можем работать с регистрами всякими. Кстати, а где у нас, извините, спасение всех, спасение всего? А, тут не используется ни один, тут живется только регистр К0 и К1. Ну и АТ, конечно. Окей. Дальше мы проверяем, какова была причина. Это было исключение или прерывание? Если это было исключение, тогда мы идем на обработчик исключений. Единственное исключение, которое мы хотим обрабатывать, это исключение номер не помню сколько, там еще смещение же, вы помните, там в регистре в регистре Коуз биты, которые отвечают за тип исключения, они не сначала начинаются. Короче, вот это вот 64, это не помню, 10, что ли? Или 16, короче, какое-то исключение, которое в точности соответствует исключению неверной системы. И если так, мы идем на интерпретатор этого неверного системы Коуза. Если нет, это означает, что это необрабатываемое исключение, и мы должны все свалить, мы говорим, что у нас произошло исключение, что все плохо, и в общем, вызываем 17-й системный вызов, это завершение работы Марса с кодом ошибки. Если же у нас была именно обработка неверного систем Коуза, мы идем на обработчик исключения неверной систем Коуза. Мы проверяем, это был 22-й систем Коуза или нет. Потому что если он был не 22-й, мы сводим задачу к предыдущей, потому что мы не обрабатываем никаких неверных системных вызовов, кроме 22-го. Если он был 22-м, вуаля, мы приходим к ситуации, что кстати, почему я Т1 не сохранил? А, тут я зря не сохранил Т1, надо было запушить, а потом запопить. Ну ладно. Мы приходим к ситуации, что можно заниматься вводом кайхай, кихи, кинхи, кинло, это кольцевой буфер input и кинцевой буфер input A, Если они не равны, это значит, что в буфере данных нету, мы возвращаем минус единицу, если мы, если они равны, мы, значит, данные в буфере есть, мы его загружаем, буфер прокручиваем, то есть увеличиваем увеличиваем этот самый ло, подвигаем его и возвращаем. Дальше что делаем? А мы завершаем обработку исключений, а именно мы берем 14-й регистр, добавляем EPC, добавляем к нему 4, сохраняем и восстанавливаем внезапно АТ, восстанавливаем внезапно SP, только в регистре К их кладем, дальше мы их сохраняем SP, стек ядра, между прочим, может быть другой, это правда очень плохо, но он может быть другой, да, восстанавливаем SP, восстанавливаем на Т, и в общем нам пора уже и А, зануляем причину, чтобы обработчик не бесился, вот, восстанавливаем прерывание, возвращаемся. Так работает обработчик 22-го прерывания, который читает из кольцового буфера, вот здесь. Прекрасно. Он возвращает минус единицу в случае, если ввода не было. Если была не минус единица, мы проверяем, был ли это escape, если это escape, мы выходим, если нет, мы его выводим. и дальше снова лук. Теперь относительно, ой, уже время выжал, теперь относительно, а, да, еще мы, еще мы ходим к функции sleep.rnd, которая некоторое время ничего не делает, ждет случайное время. идея состоит в том, чтобы у нас прерывание по воду происходило в любой момент времени, а не только в этом цикле, например, где-нибудь вот здесь. Она просто ждет случайное время, вызывает system call и там что-то. А, даже нет, она не system call делает, она в пустом цикле живет. теперь относительно прерывания с клавиатуры. Что будет, если произошло прерывание с клавиатуры? Мы попадаем опять сюда, за предпрерывание, прячем, восстанавливаем, организуем, выясняем причину. Если это было не исключение, значит, это было прерывание. Мы проверяем, было ли это прерывание с клавиатуры. Если это было не прерывание с клавиатуры, мы уходим на other, а other это обработчик всех прерываний, а обработчик всех прерываний это просто вернуться. Кстати, такое ощущение, что если это было прерывание скалатура, а какое-нибудь другое, мы молча его игнорируем, ничего не делаем. Ну и ладно. Если же это было про ранние скалатуры, то мы что делаем? Ага, это был ввод, но тогда мы его прочтем, посмотрим в кольцевой буфер, положим туда байт, увеличим high, где он тут. В случае, если при приполнении буфера, мы high увеличивать просто не будем. То есть мы его увеличили, но не сохранили, мы не будем сохранять увеличенный вариант. Если было приполнение, то мы просто прочитали в то же самое место и ничего не увеличили. Все, можно идти на конец обработчик прорываний. Слушайте, мне нравится этот код, давайте его запустим, интересно же. И на этом закончим сегодня. Так. Что у нас должно происходить? У нас должно по нажатию на клавиатуре происходить прерывание, которое заполнит кольцевой буфер. А по операции чтения должно происходить чтение из этого кольцевого буфера. Ну, поехали. Ага, видите, да? Вот я что-то нажимаю, и в тот момент, когда мы выпрыгиваем из функции ждать случайное время, мы весь наш кольцевой буфер считываем. А если очень много нажму, то в какой-то момент будет приполнение буфера, и некоторые символы начнут выпадать. Ну, давайте еще раз. Почему они не сразу возникли? Потому что у нас там ожидание случайное время. Ну, вот. Если хотите, можно замедлить скорость работы, посмотреть, как оно внезапно по каждому нажатию... Давайте попробуем это, и на этом закончим. По каждому нажатию внезапно выпадает из цикла в обработчик. Только, наверное, надо здесь поменьше сделать случайное время. А размер буфера не надо. Мы переполнение буфера не будем смотреть. Ой, это слишком медленно. Вот оно сидит в этом самом... Давайте мы тут очистим. Сидит в функции, которые в случайное количество этих... Бумс! Прерывание. Заполнили кольцевой буфер. Вот оно. Бумс! Прерывание. Много сидит в прерывании, зараза. Бумс! Прерывание. Когда вводить-то будешь? Сколько там уже? Четыре символа. Четыре? О, вывело. Дожили. Ну, в общем, такая картина. Давайте на этом закончим, потому что времени уже нет. В общем, потыкайте в этот код. Сейчас. Сейчас я посмотрю, что я еще не рассказал. А, ну тут есть еще один маленький теоретический кусок, называется ДМА, он же ПДП, вот, про который я рассказывать не хочу, потому что показывать мне его не на чем. Общая идея в следующем. Если вдруг, кто не помнит, что такое ДМА, пересылать побайтово из устройства данные в память с помощью процессора, очень дорогая операция. Даже если это не побайтово, даже если у нас memory mapping input out, все равно процессор, который берет и перекладывает вот по одному слову из одной памяти в другую, это, в общем, очень медленная операция. Можно попробовать научить само устройство складывать в память данные, минуя процессор. В конце концов, память это внешнее устройство такое. Ну, окей, наше устройство, допустим, ну не знаю, там жесткий диск, будет более умным. Ему придется, к нему придется приделать еще какой-то кусочек, который умеет работать с оперативной памятью. Ну, фактически, умеет работать с шиной, на самом-то деле. Вот такое умное устройство теперь будет делать так. Ты ему будешь говорить, дорогое внешнее устройство, вот тебе память, запиши туда мегабайт, до свидания. И оно будет записывать мегабайт, долго будет записывать мегабайт. В какой-то момент оно, бац, и пришлет прерывание. Я записала твой мегабайт, забирай. При этом, картинка будет такая, что в каком-то определенном месте памяти появится мегабайт каких-то данных, которые само устройство туда записало. В это время процессор работал. Более того, мы можем, когда мы захотим считать следующий мегабайт, мы можем сказать, дорогое устройство, а вот тебе мегабайт в другом месте, считывай туда, а я пока буду обрабатывать вот этот. И оно будет считывать туда, а мы пока будем обрабатывать вот этот. Казалось бы, гениальная идея. Давайте научим внешнее устройство, взаимодействовать с памятью в обход процессора. Какие возникают проблемы? Ну, например, а если я сам хочу в эту память полезть? Что еще хуже, записать туда. Ну, например, а если у нас несколько устройств, которые хотят работать с одной и той же памятью? Может быть, даже с разными местами, но с одним и тем же контроллером, да? Каждый из них хочет писать, кому давать приоритет, например. Ну, например, а зачем вообще дергать процессор в тот момент, когда устройство хочет записать в память? Почему бы не научить устройство еще и самому захватывать доступ к памяти, писать и освобождать? А прерывание бросать только со словами «я уже все закончил». Это называется захват шины или бас-мастеринг, если не изменяет память. Ситуация, когда у тебя вообще процессор не занимается пересылкой данных, а занимается только командой. Устройство говорит «ты знаешь процессор, тебе тут пришло, я уже записал его, иди вон туда и возьми». Процессор говорит «спасибо». Вот. Какие еще могут быть проблемы? Ну, например, может быть проблема такая, что у этого мегабайта на самом деле нету. А есть, ну, не знаю, там, много секций по 4 килобайта. Ну, вот нету мегабайта, не смогли мы выделить мегабайт памяти. А записать надо мегабайт. И тут внезапно выясняется, что эти внешние устройства еще должны уметь работать с той моделью памяти, которая есть в вашем компьютере. И, например, раскладывать этот мегабайт в эти самые кусочки по 4 килобайта в разные места. То есть, казалось бы, такая гениальная идея, пускай внешнее устройство работает с оперативной памятью сама, обрастает большим количеством сложных операций, которые надо теперь реализовать на аппаратном уровне. Я еще не все вспомнил. Там еще многопроцессорность и еще чего-то, еще чего-то. Ну, такие дела. Вот. Вообще-то у нас дыма в PC, по-моему, 16 мегабайт. Не непрерывная. То есть вот в том... Именно ниже 16 мегабайтов? Все дыма. Совершенно справедливо. И как это в реальности будет маппиться на память? Ну, то есть, если это действительно 16 мегабайтов. Вряд ли это будет... Ну, да. Как обычно, в PC наследие, наследие, да. Ну, так вот. Короче говоря, у нас нет железки, на которой прямо сейчас могу показать работу дыма, поэтому это все такая, ну, чистая теория. В принципе, может быть, может быть сделанным. Проблемы с безопасностью. Которые даже эксплуатировались, да. Ну, потому что у вас все очень хорошо, когда у вас процессы разделяют память, ядро само рулит, какому процессу какая память принадлежит. А когда приходит устройство и говорит, я сейчас сюда запишу, все это происходит в режиме ядра, и опс, никаких ограничений по доступу вроде как нет. Ладно, мы уже так выжили все свое время. Вопросы. Я еще не знаю, какое будет домашнее задание, я не уверен, что оно будет. Но, в принципе, оно должно быть, по идее. Что там можно... Проблема в том, что на прерывании мы ничего не напишем в случае Марса. В случае Джаджи. В случае Джаджи, да, в случае Джаджи. Я подумаю, может быть, будет задачка на трапа какая-нибудь хитрая. Вот. Одна. Как обычно. И это, видимо, будет последнее домашнее задание, потому что все остальное уже чисто демонструх. Ну чего, вопросы есть, а то я уже все время выжрал. Все, всем спасибо. Значит, в следующий раз, скорее всего, у нас конвейер, потому что без него никак. Потому что мы сегодня уже обошли одну интересную часть. Одно интересный момент, связанный с конвейером. Все, спасибо.